Всем привет, дорогие друзья, с вами Вероника, и как вы уже были по ней позвонились, сегодня я начинаю снимать влог с моих школьных каникул, точнее осенних каникул. Сегодня, по-моему, 5-е, да, 5-е октября, сейчас пол-одиннадцатого, у меня был репетитор с 9 утра по английскому, вот еще вчера сделала ногти, хотел еще сказать про этот влог в целом, скорее всего, он может показаться скучным, я просто буду, наверное, больше к вечеру времени сидеть дома. Но мне так комфортно, мне реально нужен отдых, я потратила всю свою энергию на первый месяц учебы, теперь мне надо отдохнуть. По-английскому мне было сейчас совсем чуть-чуть, мне нужно только вот этот текст пересчитать и делать по нему упражнение. Смотрите, как я свой iPad оформила, вот такие вот цветочки. Все, начинаем учиться. Друзья, sorry, я забыла, что я снимала влог, но я поела просто в таком каше и пончик. Нельзя есть сладкие завтраки, это прям то, от чего надо 100% отказываться, потому что, когда вы едите сладкий завтрак, насколько я помню из видео, которое я смотрела, волосы вырабатываются критизол, а это очень плохо. Постараюсь, что там ноги свои пищевые брюшки тоже налаживать, но сейчас я буду монтировать. Сударня. 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 Итак, сегодня у меня набит рыбный суп, я его уже 100 лет не ела, мама сварила, хочу пробовать. Еще, внимание, сколько красной рыбы, хотела пти-броузики, заказала в самокате вот такой творожный сыр, не пробовала такой ни разу. Как вам, насколько вайб, насколько пинтерест? Ну что, друзья, я спала полтора часа, Алиса, стоп, это было зря. Ну, нет, возможно, конечно, немножечко я восстановилась, и, наверное, сейчас я разгуляюсь, и после математики у меня уже будут силы. Еще, мне кажется, очень сейчас эстетичный, эстетичный вампир, да, вот это. Надо сфоткать, секунду. Короче. Сейчас сижу, доделаю математику. Вот, а еще я для себя открыла кислые яблоки. У меня был период, когда я ненавидела яблоки вообще какие-либо, мне прям реально тошнилось, я поворачивала. Вот это такие самые обычные зеленые яблочки. Ну, у них такой яркий вкус, такие кисленькие, прям конфетки как будто бы. Я их посыпала немножечко корицей с сахаром, и все съела. Ой, какой-то кошмар, друзья, честно. Ну, это ТС-шка моя. Я помылась, я наконец-то помыла гулоску, 34 дня. Вот как я помыл в гулоске, я их только помыла. Укладываю я их только по утрам. И очень устала сегодняшний день. Сегодня математика еще очень как-то туго шла. Я сказал себе мат для работы мозга. Вообще написано, что он помогает бороться с симптомами депрессии, способствует влашению качества сна. Но мне такое тоже подойдет, как бы, да, не помешает. Друзья, доброе утро. У меня уже по базе утра начинается с покупки билетов в Питер. Друзья, я думаю по всем моим влогам. И поэтому в том числе вы поняли, какой я любитель кофе. Но все мы знаем, что от кофе желтеют зубы. Из такой проблемы, я уверена, сталкиваются очень многие люди. Что же делать? Не бежать же все-таки к стоматологу и отбеливать зубы. Но есть выход. Я заказала отбеливающие полоски для зубов нового поколения. Вау, сколько здесь много полосок, я не ожидала. Их тут 14 штук. Их нужно держать всего 30 минут, поэтому, например, когда вы собираетесь куда-нибудь с утра, просто спокойненько наносите эти полоски и продолжайте заниматься своими делами. Вот что идет в наборе. Вот так выглядят мои зубы до полосок. Отклеиваем полоску и приклеиваем на зубы. Все, теперь засекаем 20-30 минут и ждем нашего результата. В составе полосок есть инновационный компонент, который обеспечивает максимально бережное, но очень эффективное отбеливание зубов. В составе нет перекиси водорода, который часто бывает в отбеливающих полосках. Это не очень хорошо сказывается на здоровье зубов, так что эти намного безопаснее. Они не повышают чувствительность зубов, не вызывают раздражение слизистой и эмали. Ну что, время вышло. Я уже сняла эти полоски и посмотрите на результат. Я, честно, в шоке. Возможно, вам на видео не сильно заметно, но для меня вживую разница просто колоссальная. Я очень люблю улыбаться и смеяться, а с такими белыми зубами мне будут разные комфортные. Ну, ссылку, как обычно, оставляю в описании и артикул на экране. Буду делать общество знания и все в целом, да. У меня, кстати, в какой-то момент, не знаю, произошла новая обсессия в плане блогеров. Знаете, я на каком-нибудь определенном человеке концентрируюсь и могу без остановки смотреть видео этого человека, не знаю, на протяжении двух недель. Сейчас я очень часто смотрю реакции, ну, и видосы Бояровой Юли. Вот. И еще мой топ-блогер, который был в топе, на самом деле, ну, почти всегда, это Полина Кудрявцева. Вот в последнее время ее влоги меня прям настолько успокаивают. Я уже смотрела миллион раз, пересматриваю, и мне прям на душе хорошо. Поэтому сейчас включу кого-нибудь из них на фон и буду писать общество знаний. Сейчас пять часов вечера из всего, из всех моих планов я только смонтировала видео и дописала общество знаний. Это просто ужасно, потому что я сижу в ТикТоке. В доме беспорядок сидим в ТикТоке. В доме беспорядок сидим в ТикТоке. Пожалуйста, покажите мне пальцами сейчас, кто не сидит в ТикТоке. Это просто, это звук буквально олицетворения меня. Я ненавижу то, что я смогла зайти в ТикТок суепенном. Теперь я у меня есть дело, когда у меня нет дел. Всегда перманентно я сижу в этом тупом ТикТоке. Короче, все. Мне надоело, что-то какая-то красная, какая-то вся прыщавая. Вот такая, да-да-да-да. Поэтому немножечко накрасилась, подкрасилась. И сейчас пойду, наконец-то, на пункт выдачи Яндекс.Маркета. Забирать сумку, которую я заказала с Авито. Бэм-бэм-бэм. Ну, мне кажется, очень пайп. Ну, мне кажется, это прям, ну я. Боже, на этом пункте выдачи Яндекса работает самая милая бабушка, которую я когда-либо видела. Ну, не милее моей, конечно, но она прям... Она такая бузька. Дома очень жарко, потому что я включила обогреватель, потому что мне было холодно. Еще хотела сказать, что у меня начался период романтизации. Я вижу красоту в каждой вещичке, в каждом дереве, в любой детали абсолютно. Сейчас не об этом. Сейчас о сумке. Во-первых, хочется сразу отметить, какая тут интересная застежка, фурнитура. Очень милая сумка. Я сначала испугалась, что она, ну, странной формы, но нет. Просто ее нужно немножечко распрямить. Еще хочется сказать, что продавец, ну, девушка, которая выкладывала объявление, она супер милая. Ну, не знаю, ну, мне так кажется. Все фотки, которые она выкладывала, как бы это одно лицо, одна внешность, поэтому я думаю, что это одна и та же девушка сейчас. И у нее невероятный стиль. Вот. Но она почему-то решила продать эту сумку, за что я ей огромное спасибо хочу сказать. Короче, тут по бокам два кармана, спереди один карман, сзади есть кармашек на молнии, какой-то такой потайной. И что же в ней? Уже что-то я в нее успела положить. Кардхолдер, сок фрута няня и розовый виноград. Мне как будто стеклянные, как будто это бусинки. Кстати, еще один вопрос интересный, интересующий меня. Вы какой виноград едите? С косточками или без? И если с косточками, то, типа, вы их выплевываете или что? Просто мне все равно на косточке. В арбузе, в винограде, в гранате. Вообще, видите, мне абсолютно все равно. Мой брат не ест с косточками ничего. Он даже из гранаты их выплевывает. Написала два сценария из трех. Третья у меня уже сегодня не хватит воображения. Включила сейчас себе на фон фильм, который называется «33 несчастья». Очень красиво, это просто невероятно. Сейчас пойду себе сделаю салат, потом буду делать русский и математику. Все, наконец-то время математики. Я сейчас буду делать первый вариант октябрьский. Ой, как же я не хочу. Отложила просто до самого вечера ее. Ну что, друзья, вечером воскресенья я опять разговаривала себе лицо, но не обращаем внимания. О, у меня все много утра, сейчас 7.30. Это просто, потому что, честно, я не знаю, чем я думала, когда я стала читера на 8 утра. Вот. Пока это все. Итак, я приехала с русского. У меня сейчас я английский в 17.50. Только что закончила делать конспект по-русскому и досмотрела фильм, который называется «Откутюк». Невероятный там и сюжет, и актеры, точнее актрисы. И вообще опять такая красота. Я обожаю фильмы про моду. Сейчас что-нибудь еще опять такое подобное. Отключу себе на фон и буду делать общество знаний. Сделала себе невероятный айс кофе. Итак, у меня закончатся английский. Я сейчас омариную картошку для картошки по-деревенски. Салатик тут просто. Вот листы салата, черрики, немножко сыра, чеснок, лимон и масло оливковое. Все. Вот такой у нас с мамой милый ужин. Итак, поужину. Ну и я очень вкусно, очень сытно, очень плотно. Поэтому запиваем все это водичкой. Конечно же магний. Сейчас начну монтировать вот этот влог. Погода, конечно, это просто ужас, честно. Итак, я умылась. Давайте, пожалуйста, будем инновировать в этом видео мое лицо. Я в последнее время что-то очень часто его давлю. Вот такая вот ситуация образовывается. Сейчас я собираюсь. Перед тем, как снимать видео про косметику и так далее, я хочу сделать укладку так, как это делают девочки в ТикТоке. Все, я сняла видео. Делала вот такой вот макияжик. Знаете, друзья, я подумала, что я реально езжая накрасилась, что ли? Пойду, схожу в магазин. Если не хотела приготовить синабоны, пойду за ингредиентами. Конечно, в такой погоде никуда вообще тащиться не хочется. Я сегодня просто на таком рабочем. Уже и видео сняла, и рекламу сняла. И сейчас уже пойду в магазин, потому что я поняла, что в самоказине нельзя заказать корицу. У меня есть такая книжка рецептов, которую я завела два года назад, написала в ней рецептов десять и забросила. Итак, я уже все смыла, уже даже переоделась. Показываю, что купила. Буду делать намазку сверху на эти булочки, из творожного сыра, наверное, и сметаны. Я хочу, чтобы он был не сладкий. Дальше купила на место крахмал, потому что если я делала что-то с вишней, или, ну, вообще часто крахмал встречается в рецептах, а его всего у нас не было. Дальше 20 грамм корицы, кокосовую стружку, чтобы сверху посыпать, ну, и просто, я не знаю, там, для йогуртов, например. Ванилин, новые дрожжи, конечно же масло. Масло нам и для теста надо, и для начинки, и для намазки. Перемешиваем. И нужно добавить 9,2 грамма дрожжей. По-моему, дрожжи выглядят хорошо. Я не помню, как в те разы выглядело, но, по-моему, вот это прям такие хорошие, взошедшие дрожжи. Добавляем их сюда. У меня еще минут 15, по-моему, или 20 остается, но то, чтобы тесто поднималось, потом буду его раскатывать и замазывать начинку, и оно потом будет запекаться. Поэтому сейчас я буду делать русский. И сейчас делаю не полностью варианты. первое, второе, третье, четвертое, седьмое и восьмое, чтобы отрабатывать именно вот эти задания. Остальные вроде более-менее. Итак, прошло даже чуть больше часа, потому что я делала русский дольше, чем 10 минут. Ну, мне кажется, все в порядке. Такой у нас результатик и должен был быть. Ну-ка, слушай. Ну что, мои бубочки, бубочки, бусечки готовы. Вы посмотрите, какая красота вообще. Это очень красиво. Вы посмотрите, насколько они идеальны. Ну, какая же красота. Я не могу, друзья. Это самый вкусный синапон, который я готовила. Я готовила три раза, вот этот третий. Очень вкусно. Я не знаю, кто это придумал, но это невероятно. Итак, у меня тут на голове маринуются мои волосы в маске в масле. Сегодня у меня будет Everything Shower. Друзья, всем доброе утро. Сегодня среда, сейчас 8.09. У меня сейчас будет репетитор. Потом я быстро-быстро-быстро собираюсь. И 10.23 поезжаю в Москву. Очень хочу спать. Итак, сейчас 9.30. Я сейчас буду краситься, одеваться. Я уложу волосы. Ну, что это такое? Почему никогда вот здесь вот у корней нет объема? Это правда невозможно. Уже терпеть это нельзя. Мой аутфит. Мне кажется, это просто пушка, огонь. Что-то лифт у нас начал. Вот такие звуки. Все, я бегу. Я сейчас опознаю, это будет жесть. Какие у меня покупочки. Вот это Аня. Конечно же, по базе мы первым делаем еще золотое яблоко. Потом куда мы идем? Зачем? Дубай чоколад. Дубай чоколад. Вот, наконец-то. Ну что, ну что, ну что. Ну, наконец-то первая дубайская шоколадка. Мы хотели купить... Ну, я, точнее, хотела купить маленькую. Но у них была такая большая. Ну, ничего страшного. Поделюсь потом со всей семьей. Потому что, как оказалось, Аня не ест сахар. Ну, ладно, ничего страшного. Анбоксинг на дубайской шоколадке. Вау. Это неплохо. Но ничего необычного. Я говорю, маленькая вкуснее. Вот она, ваша вниз. В видосах вот эта штука сильнее хрустит. Наш базовый маршрут состоит реально из золотого яблока и вов онлайна. Была хоть одна прогулка без этих? Нет. Передай привет подписчикам канала ВНИЦА. Подписчики ВНИЦА. Как же ВНИЦА, когда мы заходили. Ну, зачем мы в ВНИЦА? Мне ничего там не нужно. Так же ВНИЦА. Видно, что из Москвы. Ой, вот так. И стоящая из Нолчанка. Она меня, наверное, снимает с очень неудачных ракурсов. Вот. Поэтому, чтобы вы понимали, как я выгляжу на самом деле, я сниму себя сама. Как выгляжете? Вот так вот я выгляжу. А вот вниз. ВНИЦА. ВНИЦА. Это загадочная? Да. Рот не открывай, будет еще лучше. Ты можешь идти красиво вперед. Ага. Снимаем тренд. Скажи фразу без сарказма. Ну, ясно. Ну, понятно. Нормально. Нормально. Ну, ясно. Нет. Это вообще неистиня. Ну, понятно. Вот это уже лучше. Тебе идет. Тебе идет. Это еще хуже. Тебе идет. Тебе идет. Вот. Вот это прям хорошо. Повеселись. Повеселись. Ну, вот это хорошо, по-моему. Нет? Это хорошие новости. Это ужасно. Я рада за тебя. Я рада за тебя. Ну, ты бесишь меня. У тебя все честно. Я рада за тебя. Спасибо за совет. Это в любом случае какой-то мин фраза. Ребята. Спасибо за совет. Спасибо за совет. Вот это очень хорошо. Особенно вот так, когда ты снизу на меня смотришь. Это наша Белла. Ну, если честно, на 6, да. На 5 из 10. Такое себе. Ну, попробовали и хватит. Вот Таня всю прогулку шутила надо мной, что внизу, 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 внизу. Ко мне сейчас подошли три девочки. Они вышли из вагона специально, чтобы со мной сфоткаться. Они ко мне подъезжали, сказали, извини, это ты на YouTube снимаешь. Ну, это было, короче... Вы так заезжали, как это очень мило. Это очень мило. Если вы смотрите этот лок, то вы очень кьюти. Короче, я уже подхожу к дому. Доехала, слава богу, вышла из этого автобуса. Сколько же там людей. Это просто ужас. Вот. Но мы, короче, пока стояли, ждали автобус, познакомились с парой, ну, девушкой. И парни стояли, что-то, разговорились. Смешные они такие. Короче, тяжело. Я еще на Валберри заходила. Вещи забирала. У них сейчас просто рука отвалься. Ну, как вам давать свое мнение на счет дубайского шоколада? Ну-ка, чуть АСМРа. Ну, пограсти, а? Интересно, очень вкусно. Угу, правда вкусненько. Сначала мне не очень понравилось, но сейчас я распробовала. Что, друзья, доброе утро. У меня вчера, вчера была четверка, у меня вчера было очень плохое настроение. Сегодня не лучше, на самом деле. Ну, да ладно, уже хватит грустить. Хочу сделать тренировку с самого утра, чтобы она не откладывала до конца, до вечера. Что, зря я распаковки всякие снимаю. Надо вот использовать вещи, которые я покупаю. Такие шортики. И к ним еще вот в комплект стопик. Что вот такое вот холодно? Я так говорю, как будто я сейчас буду, не знаю, полтора часа тренироваться. Тренировка длится 10 минут. Но я ее сделала три дня назад. У меня до сих пор болит пресс. Вот такой вот у меня сетик. Как будто он не очень спортивный. Спорт в целом в жизнь стоило добавить, потому что я вообще, я иногда себя порой чувствую, что я не могу разогнуться, что у меня что-то болит. А раньше я вообще-то была такой пластичной девочкой, спортивной. И я не рассказывала об этом в своем блоге. Но я с детства, лет 6, наверное, занималась больно-спортивными танцами. Потом еще года 4, наверное, хип-хопом занималась. Это моя тренировочная до. Изгнений не будет. Я делала тренировку, которую в канал себе выкладывала Ксюша Айсберг. Я увидела в комментариях, что там писали, что это вообще жесть, а не тренировка. Очень тяжелая, но зато очень действенная. Друзья, это просто жесть. По мне видно, что мне было не тяжело, да? Я вообще не знаю, зачем вот эта штука. Ну, не совсем понимаю, зачем она нужна. Ну, я ее увидела в тиктоке. Думала, что мне надо ее заказать, но Кирилл сказал, что она у него есть. Отдал мне ее, потому что она ему была не нужна. Ну, не знаю, поделаю вот так. Получилось, что у меня глаза серо-голубые. В другое время они будут зелеными. И вот какого они цвета интереса? Мне Аня все доказывает, что они не зеленые. Не знаю. Я еще пришел тоже позаниматься немножечко спортом, да? Итак, на завтрак у меня будет кофе. Карамельная мама вчера решила купить такую новую капсулу. Попробуем. Вот. Дальше я хочу сделать вот такой лавашек с сыром, ветчиной, помидорки. И вот хочу добавить немножко грибов в сливочном соусе. Сейчас 5 часов вечера. Я только села делать все свои учебные дела. Ну, я пришел с Лавдерсом в математический тренинг ЕГЭ. Я здесь порешаю все свои задания тоже. Я уже просто устала, если честно. От этого всего невозможно. Я пойду себе сделаю бабу Ти. Потом вернусь, решаю 13-е задание по обществу знаний, по политику. Наверное, буду делать математику. Мне так неохота, но у меня уже завтра занятие. Короче, чтобы сделать бабу Ти, нам понадобятся сами тапиоки. Наливаем 250 мл воды. Ставим это все дело закипать. Нам понадобится 3 столовых ложки тапиоки. Это вообще обычно у меня на 2 порции, но если вы любите прям супер-супер много тапиоки, то и на одну. Мне хочется сегодня мачи, поэтому ставим чайник. У нас тут уже все закипело. Убавляем огонь на минимум и закидываем наши тапиоки. Теперь это варить минут 20, помешивая каждую минуту. Они уже почти готовы. В данный момент их надо очень часто прям мешать. Потом промываем их холодной водой. И я уже прям сейчас начну готовить сироп. Ну все, у нас напиточек готовы. Посмотрите, сколько тапиоки. Просто весь стакан. После бабултишки самый дом. Да, есть компания. Посмотрите, прогресс, по-моему, налицо. Реально. Вот это был первый раз, когда я решала. Тут очень много ошибок. Вот это второй раз 9 из 10. А это я сейчас решила все абсолютно 10 штук правильные. Ну, по-моему, отлично. Если что, сейчас по полномочиям делаю задание. Спасибо. Спасибо.